Всем огромный-огромный привет из Канады! И сегодня мы с вами отправляемся в магазин Massimo Dutti. Я, по-моему, забыла, куда я ходила. Massimo Dutti – магазин, который очень многие любят, но в Канаде, опять же, он не очень популярен. Вот если вы посмотрите в этом шоппинг-центре, где я была, напротив был магазин Zara. В Zara стояла очередь в 3 километра вокруг всего магазина, три круга, потому что у нас до сих пор еще не пускают всех подряд, и поэтому вот в магазин нужно постоять в очереди. Massimo Dutti свободно, никого нету, заходи не хочу, снимай не хочу, вернее, снимать мне не очень это разрешают, поэтому я немножко поснимала в зале, а потом все остальное в примерочной. Как вы видите, сейлы, распродажи 60%, это хорошая уже распродажа. И я стала снимать в магазине втихаря, потому что мне уже один раз оттуда шуганули, поэтому я уже как-то стараюсь телефоном не махать так во все стороны. Очень милые, симпатичные курточки понравились мне. Она такая спортивная, но в то же время элегантная, за счет того, что она из такой блестящей ткани сделана, и, в общем, это придает некоторой элегантности. Вообще вот у них есть такие вот верхние куртки, легкие такие ветровки, вот это тоже было на селе. В общем-то, такого же плана верхняя одежда. Ну, я, кстати, взяла в примерочную померить. Вот не переключайтесь, далеко не уходите, потому что потом вот примерки по второй половине видео. Много платьев. Вот это вообще было дешевое. Хотела я его взять, 65 долларов. Хотела взять в примерочную и забыла, девочки. Потом увлеклась другими вещами. Может быть, в следующий раз, если оно еще будет. Это интересная расцветка, похожая на лен, но не думаю, потому что уж больно его сильно оценили. Натуральные льняные вещи хлопковые, они до сих пор еще не очень дешевые. Хотя у них много натуральных вещей. Вот это вот тоже такое платье, оно такое немножко пляжное. Предыдущее тоже было такое больше для отпуска, для пляжа. Так что, в принципе, сейчас на лето самое то. Потом вот эти вот такие верхние, как будто бы тонкие плащи. Это даже не плащ, а, в общем-то, такой без подкладки, как просто накидка. Очень дорогая. Наверное, хороший состав. Я не знаю, я посмотрела. Она хорошо выглядит, она так хорошо сшита, аккуратненькие швы. Видите, вот я поправляю всегда на вешалке, когда что-то висит криво-косо, потому что мой взгляд эстета не переносит криво повешенных, плохо разбросанных по магазину вещей. Это брюки тоже льняные, тоже недешевые, пока еще за 100 долларов. Очень такого яркого, насыщенного, кирпичного цвета, терракотового, даже немножко где-то в оранжевый. И вот эти брюки, я помню, что я их примеряла, когда они еще были за полную цену. Ну, они на мне не очень хорошо сели. Я как-то с брюками вообще в массе Мадуте не очень дружу. Я как-то попадаю между размерами. И, в общем-то, у меня как-то это не очень хорошо получается их покупать и мерить. Поэтому, не знаю, с брюками мне не очень. Вот пальто. Это уже новая коллекция, это уже не распродажа. Пальто очень недешевое. Хороший такой базовый camel цвет. Всегда пригодится кому нужно. И очень красивые зеленые платья. Тоже это еще не распродажи. Это новая коллекция, полная цена. Сейчас посмотрим, сколько они стоят. У этого зеленого платья... Видите, два зеленых платья разных оттенков. У этого очень интересный фасон. Сейчас посмотрю цену. 169, 170 долларов. Ну, знаете, для Масси Мадуте это недорого. То есть у них вот такие вот цены как бы... У них есть вещи подороже по этому. Сзади, ведь, в принципе, это сарафан. Сзади такая спина открытая, шлеечки. В общем, как бы сарафанчик такой летненький. А вот это зеленое следующее платье. Очень насыщенного, потрясающе красивого зеленого цвета. Тоже, по-моему, за 169, 170. Какой-то такой с запахом. Ну, это новая коллекция. Я в следующий раз буду ее мерить, когда кончится распродажа. Это уже тоже, видимо, зимние сапоги. Это уже к зиме мы готовимся, к осени. Что очень грустно, но что поделать? Природа не терпит отлагательств. Итак, я в примерочной. В Масси Мадуте всегда сумасшедшая музыка. Очень громко играющая музыка. Поэтому я... Пантомима у меня будет. Я буду вам показывать, здороваться и прощаться. Будет такая пантомима. Ну, вот я вам показываю. Помните эту маечку из Uniqlo, которую я купила тоненькую за 5 долларов? И я вам рассказывала, что я как бы вот люблю такие вещи пододеть под что-то. И вот, например, в данном случае блузка у меня такая запахом. В принципе, я не могу так носить без ничего. Потому что, тем более я с работы шла на работу, тем более не могу. Потому что вырез очень большой. И, в общем, это как-то не очень прилично. Поэтому мне вот такие вот маечки очень-очень кстати подходят. Вот это вот мой лов. Это то, что я взяла мерить. Это все вещи с распродажи, с сейла. Сейчас буду вам по очереди их показывать и примерять. Надеюсь, что вам будет интересно. Потому что в распродаже, в общем-то, во всю мощь работает, играет. Первое платье. Потрясающая расцветка. У меня много таких платьев такого плана. Оно на пуговицах сверху донизу. Расклешенная юбка. К сожалению, этикетка оторвана. Я не знаю, сколько оно стоило. Размер 36. Я предполагала, что он мне будет маловат. Но другого размера не было. Это было единственное наличие. Оно такое интересное. Сделано все на подкладке. Сверху донизу. Я подозреваю, что оно стоит долларов 100. Потому что все подобные платья сейчас по такой цене. Это стопроцентная вискоза сверху. А внизу подкладка из полиэстера, конечно. Ну вот, я примерила. И вы видите, что в груди, в животе. Оно прям, эти пуговицы расходятся. В бедрах нормально, потому что оно расклешенное. А вот эти пуговицы, все они как бы трещат на мне. Размер 36 у меня, конечно, маленький в Massimo Dutti. Мне нужно по меньшей мере 38. Ищу карманы, как всегда, руками ввозюкаю по бокам. Но карманов нет. Размер 36 у меня в Massimo Dutti мал. Мне нужно 38-40 по меньшей мере. Ну, конечно, зависит от фасона, зависит от того, какое платье. Вот если оно широкое, свободное, то и может и 36, но вряд ли. Видите, я вам показываю в полный рост, чтобы вы оценили его платье. Очень красивое, действительно. Понравилось мне, ничего не могу сказать. Но маленькое, маленькое. И я думаю, что оно дороговато еще. Следующее платье. Камера не отражает цвет. Потрясающий зеленый, бутылочно-зеленый цвет. Я обожаю зеленый цвет. Это размер 40. И я как бы надеялась, что я в него влезу. И стоит оно 80 долларов сейчас, а стоило 150, по-моему. Сделано оно из 97% вискозы, 3% эластан. Хороший состав. И оно такое узкое, поэтому, в принципе, вот как вы видите, размер 40 мне в самый-самый раз. Очень красивое платье. Может быть, этого не видно на камере, но оно потрясающе сидит. У него интересно сделан, вот я пытаюсь показать, пояс вот этот. Он не просто пояс, он как бы вшит сзади в шов. Его можно завязать вперед, его можно завязать назад. За счет того, что он вшит, он никогда не потеряется у вас. Но, с другой стороны, за счет этого вы не сможете надеть какой-то другой пояс. Потому что этот пояс вы не можете снять и убрать. Красивая, красивая рука в пройме, такая летучая мышь. Хорошо сидит, действительно, небольшой разрез спереди. Понравилось мне это платье. Не могла на себя налюбоваться. Но, действительно, хорошо села. И вот этот сороковой размер. И цена не страшная. 80 долларов, хотя, конечно, многовато. То есть, оно стоило 150. Значит, 80 долларов это меньше, чем. Это где-то процентов 40. Так что вот, насчет 60 процентов они немножко набрали. Следующая юбка. У меня много такого плана юбок. Я взяла ее просто для интереса. Она стоит 60 долларов. Это не очень дорого. Стоило вот 130. Вот это 50 процентов скидка. Ну да, 60. В общем-то, у них как-то немножко по-разному. Состав юбки искала, искала, не нашла. Но нигде нету. Искала, не нашла. И к ней я взяла по мере такую блузку. Потрясающий цвет. Такой ягодный, красивый цвет. Она не очень дорогая. Сейчас она стоит 50 долларов. Но она и стоила 100. Я, честно говоря, думала, что она шелковая. Но она нет. Потом я посмотрела, когда цену. Я поняла, что она не может быть шелковой. Потому что в массе Мадуте за 100 долларов шелковых блузок не было. Это 75 спискозы и 25 лаясел. Ну, неплохой тоже состав. И вот я сейчас вам все показываю, что я буду примерять с этой юбкой. А потом буду примерять. Еще взяла такую вязаную трикотажный как бы жилет, блузка. Ее можно носить как просто блузочку, можно как жилет. Стоит она 65 долларов. Состав в ней тоже 53 вискоза. И все остальное. Я не вижу, сколько полиэстер. Но вы посчитайте сами. Так что состав так себе. Из верхних вещей я взяла примерить вот эту вот курточку, такую ветровку, которую я вам показывала в зале. Как-то она мне запала в душу. И потом я подумала, она по расцветке, по цвету подойдет к юбке. Такого же, знаете, очень-очень нежно-розового, бежево-розового цвет. Скорее бежевый, но чуть-чуть розоватый. И юбка похожего очень цвета была. Основа юбки. И на ней были такие, как рисунок коричневый бордовый. Вот вы видели цену, я пропустила. Но у нее тоже хороший состав. Она 56% купра, 44% вискоза. Купра – это что-то такое искусственный шелк. Типа вот много вещей в массе из этой ткани, из этого купра. И пиджак. Пиджак на вид льняной. Очень такой красиво, хорошо структурировано сделан. И стоит немало. 199 сейчас на распродаже. Был 280. Ну да, у него есть в составе леона вискоза. 55% льна. Все остальное вискоза. Это неплохой состав. Вот примерила я юбку с этой блоской. Ну ничего такого. Просто вот юбка с кофтой, что называется. Я вот честно, вот эти рубашки не очень люблю. У меня есть несколько. Я их очень-очень редко ношу. Не знаю, как-то вот на мне они... Не знаю, может быть, для таких рубашек нужна меньше грудь. Хотя по размеру, в принципе, она мне нормальна. Но вот эти вот пуговицы, воротник. Вечно у меня это все как-то не лежит, не сидит на мне. И очень... Ну вот в этом варианте довольно такой скучный деловой стиль. Я люблю что-то поинтереснее, поживее. А это прямо такая, знаете, секретарша. И это вообще даже не секретарша, а библиотекарь. Не обижайте на меня библиотекарь. Ну, знаете, это такое крылатое выражение. Почему-то считается, что библиотекари все такие очень-очень скучно одевающиеся люди. Ну вот правда, посмотрите. Вот такая жлеточка, как бы снизу рубашечка, а-ля таких 70-е. Ну, как-то не очень. Пиджак вот я примерила сверху на эту блузку. И вот то, что я говорила. У меня какая-то возникает вот неудобство ношения таких вещей с пиджаками. Вот там вот воротник, его надо как-то приложить, разложить под этим пиджаком. Иначе он как-то не очень хорошо лежит, как-то комячится, вся она мнется, эти пуговицы, в общем-то, ну, как-то, не знаю, не очень мне это нравится. Но пиджак сам неплохой. Я вам хочу сказать, что он размера 38, но он очень большой. В смысле, он такой оверсайз. Он довольно большой, вы видите, да, что он такой мне, ну, как бы, великоват. Но я думаю, что так должно быть, это так задумано. С этой юбкой и так себе не очень, его бы с какими-то брюками хорошо было бы, наверное, с чем-то таким, с шортами, возможно. Померила вот эту вот тоже курточку-ветровку. Вот она подходит по цвету, очень подходит к юбке. Мне, кстати, нравится, мне она понравилась. Такой стиль спортивно-элегантный. Спорт-элегант у нас это называлось когда-то. Когда никакого стиля нет, его называли спорт-элегант. Когда человек идет в леггинсах, в кроксах и в майке, это спортивный стиль, но элегантность, как бы, должна присутствовать. Поэтому называли спорт-элегант. Вот так вот это выглядит неплохо. Мне кажется, что лучше, чем пиджак с этой юбкой, потому что они по цвету очень подходят. Примерила эту блузку еще без рубашки, просто как топик. Ну, такая никакая. Ни цвет, ни фасон, ничего меня не зацепило. С этой юбкой совсем плохо как-то. Очень такой какой-то диссонанс в цветах. Хотя, в общем-то, обе такие бежеватые. Ну, вот как нижняя для пиджака. Вот я вам хочу сказать, что я намного больше люблю такие топы под пиджак, чем рубашки. Когда нет воротника, когда нет рукавов, все это очень удобно, легко носится. И, ну, как бы так, удобнее. Удобнее. Но сама, как бы, эта блузка, топик, вязанный, я не знаю, жилет, так себе мне не очень понравилось. Потому что какая-то она никакая, стоит она не так уж и мало. Вот, девочки, все мои примерки. И теперь пантомима прощания. Я надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно. Мои фавориты, конечно, платье зеленое, безусловные фавориты. Оно потрясающее, серьезно. И вот это платье очень красивое, но оно мне мало. Поэтому я, как бы, даже на него не покушалась. Все, до новых встреч. Надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что вам понравились мои примерки из Массима Дути. Я знаю, что вы любите этот магазин. И всего доброго. Люблю, целую. Ваша Дита. Привет из жаркой, жаркой Канады. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова